А кто в 91-м аду нас предал? А? Не с Москвы началось, нет? Российские военные в Запорожском селе. Разведчики расквартированные. Ходят слухи о предстоящем штурме противника. Познакомились с живущей по соседству семьей, девушкой Ольгой и ее пожилыми родителями. Оказалось, у них немало разногласий, претензий друг к другу. Однако за несколько дней отношения сглаживаются. Приготовились тишина. Мотор. Камера. Сцена 33 дубль 2. Работа над эпизодом фильма «В самом разгаре». Дебютная полнометражная художественная картина «Свои». Рассказ о событиях специальной военной операции, которых режиссер Артем Артемов знает не понаслышке. Боевой офицер с позывным «Неман», общественный деятель и писатель, говорит. Много времени на подготовку не понадобилось. Сценарий написала сама жизнь. Так как это было по реальным событиям, которые происходили со мной, с моими друзьями, возможно, они были не в одном месте, не в одно время, а скомпонованные, но главное событие, то есть это происходило именно со мной в 2022 году, поэтому писать было несложно. Не перехватывай взгляд, просто нежно посмотри на него. И все, у тебя взгляд все равно блуждает в этот момент. Большая и кропотливая работа на съемочной площадке, над мимикой, жестами, интонациями, образами. Кино – это искусство деталей. Любую неточность камера увеличит сто крат, как лупа. Тенденции моды поменялись. Сейчас представление лица на экране. Если раньше это действительно была маска, лицо было неживое, то сейчас очень важно сохранить и структуру кожи, при этом она должна быть идеальная. Не выглядеть пасхой. И прежде всего она должна быть натуральная. В роли боцмана Андрей Лобачевский. В военной картине снимается впервые. Признается, как только взял в руки сценарий, откликнулось. Тут реальные истории, реальные позывные у ребят. У меня позывной боцман. И в этом плане здесь есть определенная ответственность за этого человека. За ним же стоит реальная судьба. Человек умный, с иронией. Он сам с Одессы воюет за свою страну, потому что он понял, что пропагандой жить невозможно. Он пошел защищать по зову сердца, по душе. Андрей Филипак, актер, за плечами которого более 70 работ. В его богатой фильмографии были картины о Великой Отечественной войне, а сейчас параллельно работает над еще одним. Сценарий фильма «Свои» поразил. По словам актера, как будто дали поддых. Но, несмотря на трагичность и жестокость, в нем есть место и для глубоких чувств. Мы любим и влюбляемся и погибаем на линии боевого соприкосновения. И здесь вот эта такая разница. Она немножко в полутонах. Ей не дают разгореться прямо в полную силу. И сценарий не дает. И нет времени на это. Просто на это нет времени. Но зародыш этой любви, начало этой любви здесь есть. Сценарий непростой. Говорят актеры, в нем нет победных реляций, нет какой-то героической красоты. Есть тяжелая правда военной жизни. В роли Ольги Анна Котляр. Ее героине 30 лет. Военные действия застали ее в родительском доме. Моя героиня – простая девушка в возрасте 30-35 лет. Она возвращается на Украину за своими родителями. Но отец и мать отказываются уезжать, а она отказывается бросать их. И она встречает войну, находясь в своем родном доме, который всегда был для нее безопасным местом, где она родилась, где она бегала босиком. Съемки фильма проходят в Москве, Подмосковье, Запорожье и Ставропольском крае. Разные локации выбраны не случайно. Они наиболее полно и точно передают атмосферу и реалии тех событий, о которых хочет поговорить со зрителем режиссер. Но не только поговорить, а еще увековечить в художественных образах подвиг своих боевых товарищей. Татьяна Верняковская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».